Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о благотворительности, о предпринимательстве, об общественных проектах. У нас в гостях интересный человек, это эксперт в этих вопросах Мария Волошина, основатель школы джаза и мюзикла J&M School, а также компания по организации мероприятий и благотворительной организации «Добрый ангел». Лауреат премии «Деловая женщина-2013» номинации за социальную ответственность бизнеса, а также некоторых других конкурсов. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как вы стали предпринимателем, благотворителем и как ощущаете себя в этой роли? Давайте начнем с благотворительности, потому что я занимаюсь гораздо раньше, чем предпринимательством, еще с 19 лет. Началось это просто с желания помогать людям, которые нуждаются в этой помощи, детям, малоимущим семьям и так далее. Я еще тогда училась, получала первое высшее образование, и как-то вот родилась эта идея сбора вещей, нуждающимся я отвозила в детские дома. Первый детский дом, который возила вещи, это был детский дом Никольский, в Ленобласти, который располагается. Вот как-то так я этим начала заниматься, постепенно, одно за одним, потом организовывали уже какие-то экскурсии для детей, ну и далее уже это все превросло в то, что есть сейчас, организация, и мы организуем уже большие праздники, большие мероприятия. Теперь по поводу предпринимательской деятельности. Проектов так много, что можно говорить об этом очень долго. Кстати, добровольно у вас благотворительность тоже предпринимательство, только это социальное такое. Социальное предпринимательство, естественно, мы никаких денег не зарабатываем, наоборот, мы пытаемся как бы найти тех, кто готов поучаствовать в наших проектах. Просто у нас слово предприниматель часто относится только к бизнесу. То есть бизнес и предприниматель. А на самом деле предприниматель — это очень широкая пониция. Согласна. Это тот, кто делает шаги для того, чтобы двигаться вперед к достижению цели. Да, так и есть. Если говорить о нашей школе, которую мы музыкальными сделали, это проект вообще уникальный в городе, школа джаза и мюзикла Jane Dam School. Мне удалось собрать вокруг этого проекта лучших музыкантов, элиту вообще, наших педагогов, джазовую элиту, те, кто работает с Голощокиным, выступают с хедлайнерами, которые приезжают из Америки, в общем, на самых крупных фестивалях и мероприятиях. И все они объединились в этом проекте. Все мы этим проектом очень болеем, все им горим, хотим его развивать и стараемся очень сильно. То есть люди собрались, такая плотная команда, хорошая, крепкая, что надеюсь, что у нас все получится. И мало того, это проект, естественно, где-то коммерческий, потому что нам просто не выжить никак, мы государством никаким образом не поддерживаемся. Мы в любом случае хотим ввести социальную нить, и мы это делаем уже сейчас. И вот даже 1 июня у нас будет отчетный концерт, куда мы привезем детей из детских домов. То есть дети помогают детям. Мы будем вовлекать их в какую-то работу, в деятельность. Возможно, у нас далее будет какая-то программа социальная. У меня есть мысли по поводу того, чтобы сделать программу для детей с особенностями психического развития, вести в школе, то есть найти педагогов, которые готовы будут это делать. Мария, а вот какие вехи считаете знаковыми, что было самым сложным на пути развития? Ну, пути развития, вы знаете, никогда об этом не задумывалась, я просто шла вперед. Я никогда... То есть, конечно, я сталкиваюсь с трудностями каждый день. Не бывает такого. То есть вот каждый день что-то новое, и каждый день хватаешься за голову, думаешь, боже, как это решать. И все само как-то решается. Просто надо это делать, вот и все. Знаете, мне очень нравится фраза «Дорогу оселит идущий». И я вот это мой такой девиз в жизни, и, собственно, я его придерживаюсь. Я просто иду вперед. И жизнь мне помогает. Что послужило лейкмотивом для того, чтобы, допустим, заняться благотворительностью? Это какая-то ситуация в жизни? Это наблюдение за обществом? Наблюдение за обществом. Может быть, преподаватель в университете, который, рассказывая, читая лекции, у вас побудил? Нет, я, знаете, сейчас сложно вспомнить. Уже мне было 19 лет, когда это началось. Но, мне кажется, наблюдение за обществом, мне кажется, вот это. То есть мне просто хотелось помогать людям. У меня просто это было как-то вот внутри, в крови. Я не знаю, всегда любила животных. Я всегда как-то, ну, так трогательно относилась. Я всегда любила детей. И мне никогда не было никто безразличен. То есть меня всегда расстраивают события, которые происходят в мире, теракты и так далее. Я всегда очень за это переживаю. Я плачу там и так далее. Ну, я просто чувствительный человек. Может быть, это как-то и повлияло. Ну, вот. Кстати, по поводу благотворительности. Есть люди, которые очень любят животных, помогают животным. И недавно услышал такую фразу. Я говорю, а вот ты вот столько внимания уделяешь животным. Почему животным? Он говорит, потому что я животных люблю больше, чем людей. Они более честные и преданные. У меня возникла сразу мысль о том, что он, получается, людей не любит. Ну, это я не могу на этот счет ничего сказать, как бы, потому что у меня такого ощущения нет в жизни, то есть что я люблю животных больше, чем людей. Ну. Ну, а какое образование получали и зачем? У меня два высших образования. Я получила, я первое, первое высшее образование я закончила в Мухинскую академию. Я также занималась 10 лет дизайном интерьеров. Вот мы с сестрой организовывали свою студию. То есть это уже был собственный бизнес, как бы, моей сестры. Далее я поступила в театр. Правильно немножко поучилась в академии. Мне всегда хотелось быть актрисой. Но у меня родители как-то так, они на это смотрели очень со стороны так. Ну, давай, может быть, ты подумаешь. Может, тебе это не надо. Но я все равно пошла, поучилась. Так случилось, что я познакомилась со своим мужем. Этот период уже там случилось так, что я забеременела. Потом пришлось перейти в другой институт. И я перешла. Я была певицей всегда. И я перешла в Институт культуры на джазовое отделение. Собственно, его и закончила. То есть у меня два образования. Одно мухинское отделение, другое джазовое, странное, музыкальное. Зачем? Вот зачем. Потому что всегда хотела творчества. Я творческий человек во всем. Начиная от самого начала, в дом и везде. Я творю всегда. У меня такой склад ума. И мне кажется, что это мне помогает в жизни. Потому что постоянно удается находить какие-то нестандартные решения различных вопросов. Я не мыслю немножко, как, может быть, более математическим умом. Но на это есть специалисты, которые могут делать эту работу. Моя задача в другом. Я творчески умудряюсь развивать различные направления. Мне это удается. Школа джаза и мюзикла. Как возникла идея? Почему? Это на основании образования? Опять же, вы изучали рынок. Нам не хватает школ таких. Конечно, на основании образования. Потом на основании того, что я сама в этой сфере. Я певица тоже джазовая. И я знаю очень много джазовых музыкантов. Это все мои друзья. Причем это все лучшие музыканты. И когда у меня родился ребенок, я стала искать действительно хорошие школы, куда можно отдать, чтобы современное образование было. То есть по каким-то методикам американским. Потому что мне хотелось, чтобы она прикоснулась к этой культуре. Я поняла, что нет таких школ. Действительно. Ну, то есть наша школа пока это единственный проект такого серьезного качества. Потому что мы привозим американских педагогов. Вот только сейчас от нас уехал Джей Ди Уолтер, который выступал на фестивале вот тут джазовом. Только вот буквально вчера прошел. К нам завтра прилетает другой американец, Энтони Брайан, тоже из Нью-Йорка. Он прилетает на целый месяц преподавать. Никто не привозит американцев для преподавания этой культуры. То есть мы делаем это единственные, кто делает это. Естественно, мы привлекаем этим профессиональных музыкантов, профессиональных певцов, певиц. Они приходят к нам на мастер-класс обучаться. Наши дети, соответственно, тоже это делают. То есть у нас школа вообще от самых ранних лет. У нас есть развивающие занятия от трех лет. Причем мы работаем по американским методикам, совмещая это все и с классическим образованием. То есть у нас очень интересные такие авторские программы, которых нет в городе. Ну, по крайней мере, я не знаю. Потому что я проводила маркетинговые исследования. У нас есть студии, различные музыкальные школы. Но это все немножко другого уровня и другого качества. Марина, вот вы молодой предприниматель в области бизнеса. Скажите, какие возникают трудности при создании компаний и как их избежать для тех, кто хотел бы тоже открыть свою компанию? Трудности? Ну, знаете, сложный вопрос. Трудности, они всегда возникают. Главное, их не бояться, мне кажется. Потому что если мы будем их бояться, то мы ничего не сделаем. Все должно просто идти само собой как бы и шаг за шагом. То есть не надо пытаться заработать миллионы или все, ожидать, что у тебя завтра начнет расти невероятная прибыль. Такого, естественно, не будет. Надо постепенно, шагами идти к своей цели. Надо просто эту цель себе примерно представлять. То есть какую цель мы хотим набиться. И в организации предприятия самого какие могут быть проблемы? То есть приходишь, открываешь фирму, начинаешь финансовую деятельность. Все постепенно. Опять же, не сразу это все происходит. И набираешь штат сотрудников. То есть всегда есть какие-то перетрубации. Люди притираются друг к другу. Бывают проблемы в коллективе. То есть это все надо решать. Просто не отворачиваться от этого. Я вот стараюсь, например, в своем коллективе все проблемы разбирать с каждым. И не допуская таких ситуаций, когда кто-то друг на друга обижается. Начинается нарастание конфликта. То есть мы садимся спокойно в кругу, в миролюбивой обстановке. Проговариваем все наши проблемы. Приходим к вариантам их решения. И таким образом дальше взаимодействуем. Поэтому коллектив достаточно крепкий. Есть такие догмы, когда люди думают о том, чем им заниматься. Работать в наемной компании или быть предпринимателем. Например, что нужны большие деньги для того, чтобы открыть бизнес. У нас в стране коррупция. Она обязательно помешает открыть тебе твою компанию. У нас страна, в которой плохие законы и предпринимательство практически невозможно. И другие. Изучая вашу практику, что можно сказать? По поводу больших денег, на самом деле, конечно, какие-то инвестиции нужны. Потому что это зависит от того, чем вы хотите заниматься. Какой-то бы это ни был бизнес, это все равно рынок услуг. Если это торговый бизнес, нужны необходимые средства хотя бы на закупку товара. У нас средства нужны на закупку оборудования, например. Но на сегодняшний день все можно взять в кредит или в лизинг или еще как-то. То есть найти возможность эти деньги где-то. Я считаю, что это всегда возможно. Опять же, мы стараемся к нашим проектам привлекать, так как они имеют социальный потекст, какое-то спонсорство. Мы ищем партнерское сотрудничество, бартерное сотрудничество. У нас, в принципе, на этот счет все очень хорошо. И я надеюсь, что так и будет далее. Не знаю, что тут сказать. Если бояться, волков в лес не ходить. Нужно делать первый шаг. Конечно же, делать первый шаг и не бояться. И далее уже будет понятно. Один шаг сделал. Понимаете, есть такая мысль. Если ты не шагнул на ступеньку, то ты всегда останешься внизу. И дальше ты никогда не будешь наверху. Это, по-моему, абсолютно логично. Мария, расскажите о благотворительной деятельности. Как это связано с предпринимательством в области бизнеса? И какие проекты реализуете? Благотворительная деятельность вообще никак не связана с бизнесом. Потому что это благотворительная деятельность. Может быть, ваш бизнес помогает? Мой бизнес, знаете, благотворительная деятельность началась гораздо раньше. Поэтому, наверное, может быть, наоборот. Моя благотворительная деятельность помогает бизнесу. Как-то так. Потому что я вовлекаю постоянно социальные какие-то... Опыт организации мероприятий, наверное. Ну, опыт организации мероприятий, это да. Я всегда была хорошим организатором. И, слава богу, мне это как-то, видимо, в крови. И я организовывала все, начиная со школьных лет. И как-то вот так получалось, что это мне удается легко. И на самом деле это вообще не сложно. Просто очень многие люди думают, что организовать благотворительные мероприятия, на это надо столько сил. Вот, честное слово, благотворительность, как бы, несмотря на то, что проекты достаточно большие, которые я организовываю, она забирает у меня наименьшее количество времени, которое вот трачу вообще как бы на какие-то любые другие вещи. И это на самом деле в большей степени там работа в интернете и несколько звонков. Ну, подарки там надо съездить выбрать иногда на праздники. Это совершенно не такая большая катастрофа. Просто люди боятся начинать это даже делать. Мне очень обидно, потому что это всего лишь нужен один шаг. Я хочу это сделать, и сразу все получается. И я когда решила начать заниматься уже большими мероприятиями благотворительными, мне тоже казалось, что это, наверное, так сложно. И первое мероприятие мне показалось совершенно обратное. Я удивлялась, просто удивлялась тому, как все одно за другим, либо это судьба, я не знаю, я в принципе где-то фаталистка, наверное. Но для меня это было поразительно, потому что у меня не было денег, чтобы полностью этот проект купить на свои собственные средства. Я начала искать эти деньги. И все говорят, деньги невозможно найти, это невозможно, это все, даже не думай об этом, это полная ерунда. Меня поразило, что я за две недели собрала полную сумму, которая нужна была для организации всего праздника. Люди выходили на меня, звонили мне и говорили, Мария, я хочу вам дать денег. Я говорю, да вы что? Это было прямо так. Я серьезно говорю. Мне вот звонили даже с других там различных газет и спрашивали, как вам это удается. Я говорю, вы знаете, это как в сказке. Мария, это действительно очень насущный вопрос для всех, кто пытается заниматься помощью, благотворительностью. Скажите, какие наиболее эффективные средства, механизмы вы используете для того, чтобы привлекать ресурсы в эти благотворительные проекты? Во-первых, интернет, естественно, он действительно помогает на сегодняшний день. Во-вторых, ну, мне, наверное, везет, я общительный человек, у меня много знакомых, и вот это цепочное знакомство, которое приводит к каким-то людям, которые уже заочно меня знают, знают, что я, в принципе, надежный человек и не подведу. И у меня полная чистая абсолютная отчетность, я никогда ничего не скрываю, все абсолютно, все чеки там, все, ни копейки там никуда влево не уходят. И поэтому люди как бы спокойно доверяют, они приносят, они остаются анонимными, благодарителями, вот что меня больше всего удивляет, они просят их не афишировать, ну, так как я всегда делаю отчетность в интернете, но они пишут, вот в России, пожалуйста, напишите мне аноним строительной компании, там еще кто-то, как хотите. А вот какова практика работы с подразделениями, которые занимаются корпоративной благотворительностью в организациях, и как вам кажется, в России, насколько распространена практика и широко работает корпоративная благотворительность? Ну, на сегодняшний день, мне кажется, что это имеет место быть, люди как-то, они объединяются в таких вопросах, действительно, это очень интересно, когда люди хотят, вот, ну, у меня даже были такие ситуации, когда крупные компании, да, которые, которые я обращалась, и от которых я получала отказ, я не буду никаких имен, естественно, называть, несмотря на это, сотрудники этой компании собирали самостоятельно эти деньги, там, ну, по тысячу рублей, грубо говоря, там, с человека, и приносили в них, то есть, как бы, от себя лично, не от компании, как вы понимаете, да, а от просто сотрудники, вот были такие ситуации, и это сейчас распространено, действительно. На самом деле, я недавно был на заседании Ассоциации банков на тему благотворительности, и там порядка 15 присутствовало организации, которые рассказывали о своих практиках, и меня очень действительно удивило то, что в отчетах, иногда пишется у банков о том, что нам удалось собрать у сотрудников какую-то сумму и кому-то помочь, то есть, банк с огромными своими активами, богатый предприниматель, владелец этого бизнеса, бизнесмен, он, ну, не знаю, ему не стыдно, наверное, то, что там сотрудники, которые не всегда даже работают в банке, они получают большие зарплаты, это могут быть рядовые клерки, которые в течение дня занимаются достаточно простой работой, там или на телефоне, или с табличкой, или еще что-то. Да, да, это имеет место быть, я абсолютно вас понимаю, потому что я с этим сталкиваюсь периодически, это удивительно, согласитесь. Да, удивительно, то, что люди как раз те, которые не богатые, они намного более охотно помогают. Они гораздо более охотно помогают, потому что им это ближе, наверное, потому что они живут более в реальном мире, что ли, не знаю. Мария, ознакомлю ли вам такой термин фандрайзинг, и есть ли у вас специалист, профессионал, который им занимается? Ну, у нас, да, мне знаком этот термин, но на самом деле конкретно специалистов у нас нет, мы все занимаемся это вместе, так скажем, потому что я уже рассказала им, что мы нашим проектом, у нас очень плотная команда, дружная, и мы болеемся этим проектом, хотим, чтобы он развивался и чтобы все было хорошо, поэтому все свои возможности прикладываем к привлечению средств, так как это социальный проект, в том числе город, особенно от города ждать, к сожалению, ничего не приходится, ну, вот мы пытаемся найти какие-то инвестиции, мы пишем письма, мы ищем возможности, ищем бартерное сотрудничество, то есть, и мы тоже открыты, потому что мы очень многое можем делать, мы можем организовывать мероприятия, концерты, все что угодно, то есть, в принципе, это деятельность, которая любой компании может пригодиться, и если это бартерное сотрудничество, то почему бы нет, и люди как бы, некоторые с удовольствием с нами сотрудничают. — Насколько я понимаю, у вас есть компания, которая занимается организацией мероприятий, кроме того, что джаз и мюзикл, школа джаз и мюзикл, да? — Ну, это да, да, это как бы подразделение школы, по сути, потому что мы имеем все возможности, у нас же артисты, артисты преподают, поэтому, и все профессионалы высокого класса. — Вот расскажите, какие сейчас намечаются боготворительные проекты в ближайшее время, и если бы, допустим, люди хотели помочь... — Боготворительный проект мы собираемся организовать 1 июня, вот мы сейчас ищем как раз зал для этого мероприятия. Мы хотим сделать большой отчетный концерт, там будут выступать и наши педагоги, то есть, это звезды, собственно, нашего города, там, джазовые и так далее. Также это наши дети, постановка спектакля, вот то, что мы делаем, мы каждый год делаем постановку мюзикла в нашей школе, и мы приглашаем на это мероприятие детей социально малоимущих семей из детских домов, то есть, мы поэтому ищем хороший, нормальный зал для проведения этого мероприятия, чтобы было всем комфортно, и хотим сделать какую-то программу интерактивную для этих деток, то есть, может быть, на сцену как-то их вызвать, чтобы прикоснулись они тоже к этому творчеству. Ну, вот это вот то, что в ближайшее время мы ожидаем, и там будет тоже достаточно количество детей. Потом мы будем участвовать в мероприятии, по-моему, 7 мая, если я не ошибаюсь, нас пригласили к участию в нашу школу, мы тоже делаем благотворительный концерт, ну, там другой благотворительный фонд, не буду называть, если это нельзя, они организуют это мероприятие тоже где-то на 500 детей примерно, и мы тоже участвуем в этом концерте. Насколько ли прозрачна деятельность фондов, которые работают в сфере благотворительных, насколько ли они сами эффективны? Сейчас периодически возникают вопросы о том, какие настоящие цели этих фондов, то есть, какие-то действительно помогают, а какие-то пытаются сами зарабатывать деньги, и поэтому есть высокое недоверие к благотворительности. Я сотрудничаю с фондами, которые я знаю, и уже изучила определенные фонды, которых я всех знаю изнутри, и это фонды, которые помогают больным детям, и мы часто организуем мероприятия какие-то по сбору средств. У нас даже в сентябре было глобальное такое мероприятие, мы организовывали концерт. Наш пинагог приезжал из Америки, и он же как бы звезда, такая мировая звезда джазовая. Он выступал, это был благотворительный концерт по сбору средств. Опять же, к сожалению, как-то не очень удалось нам хорошую сумму собрать, но люди бесплатно приходят на концерт с удовольствием, а 100 рублей оставляют. Ну, что делать? Мария, вот как можно защитить интересы благотворителей? Каким образом они могут быть уверены в том, что те деньги, которые они хотели бы пожертвовать и помочь по-настоящему, они были направлены на нужное русло? Направлены туда. Лично я проверяю все самостоятельно. То есть я, если куда-то деньги передаю, то я до последней инстанции проверяю эти деньги. Поэтому в моем случае я знаю, что если я куда-то передала фонду деньги, то они дошли до места. То есть они мне показывают документацию. В принципе, те фонды, с которыми я сотрудничаю, у них абсолютно открытая бухгалтерия на сайте. Например, все отчеты там можно проследить. Это фонды достаточно надежные, которые уже не один год существуют и, в принципе, имеют хорошую репутацию в городе. Естественно, фонд как-то должен зарабатывать на существование. Естественно, там же работает много людей. Они же тоже должны на что-то жить, они в любом случае, это их работа. И он должен себя каким-то образом поддерживать. Поэтому, несмотря на это, это не рассматривается как бизнес. То есть у них есть какие-то инвесторы, которые обеспечивают работу сотрудников. А деньги, которые жертвуют люди, уже идут на прямые цели. И вот это абсолютно открытая информация. То есть нужно все проверять и, по крайней мере, контролировать. По крайней мере, да. Если есть желание проверить. Процесс, который ты решил заняться. Конечно. Это естественно. Поэтому у нас очень сейчас популярно то, что в социальных сетях активно различные дети больные. То есть их, грубо сказать, пиарят для привлечения средств на этого ребенка. Мне так повезло, что у меня как бы муж врач. И я обычно могу задать ему вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот в этой ситуации ребенка необходимо действительно везти в Америку на лечение? Или это все можно сделать у нас? Ну, собственно, он знает рынок. Он может сказать, да, вот это, наверное, вряд ли. А вот здесь вот может быть действительно нужна какая-то поддержка иностранная. И у нас очень часто на этом, к сожалению, люди не разбираются и на этом зарабатывают деньги. То есть они просят деньги, там, какие-то несколько, 100 тысяч, 200 долларов, иногда там, миллионы даже. И люди дают, потому что очень трогательно написана история. И оказывается, что это все вообще полная ерунда. Ну, то есть это все надо проверять. Проверять, стоит ли ребенок в различных фондах на поддержке. Потому что если ребенок действительно болен, ему действительно нужна эта помощь. Есть фонды, которые действительно имеют такое весомое имя, и они не берут туда, кого попало. Если этот ребенок стоит в этих фондах, и они ищут ему поддержку, значит, это уже надежно. Потому что эти фонды, они проверяют полностью всю историю болезни. Они проверяют досконально все, действительно изучают, и тогда можно доверять. Им просто не надо, ну, по поверхности судить. Немножко копните внутрь, чтобы действительно убедиться, что этот человек нуждается в поддержке и в помощи. Рио, у меня вопрос такой о женщинах. Вот вы активная бизнес-леди. Спасибо. Как вам кажется, существует ли образ женщины, русской женщины нового времени? Вот сейчас есть некий тренд, когда женщин все больше во власти, в бизнесе. И мы наблюдаем то, что мужчины как раз в каких-то позициях начинают сдавать. Сдавать. Ну, не знаю, сдают ли наши мужчины в позициях, это вряд ли, конечно. Мне кажется, что это немножко европейзация такая, да, потому что в Европе, в Америке уже это все давно существует, и женщины, в принципе, давно уже в бизнесе, и вот это идет немножко такое сдвижение в сторону, ну, возраст, ну, более, там, да, к 30, там, где-то рождения, то есть, и женщины уже не стремятся так быстро выйти замуж, они хотят что-то добиться в этой жизни. Мне кажется, это во многом обусловлено и, как бы, экономической ситуацией страны, даже в том числе, потому что, ну, я не жила в советское время, но примерно представляю, что там как-то было после института, вроде надежность там была какая-то, что если будут дети, дадут квартиру, там, как-то так, да. А сейчас у нас молодежь находится в состоянии, что она закончила институт, и ей надо встать на ноги. А чтобы встать на ноги, что, надо идти работать, да, идти работать, двигаться в Карелии. Это касается как мужчин, так и женщин. Поэтому, собственно, так уже давно в Европе, так давно в Америке, и мы ничем, как бы, не отличаемся, просто, наконец, уже этот этап перешагнули, и, наверное, новое поколение, ему приходится просто эту веху, как бы, нести. Поэтому женщины, собственно, сейчас равносильно с мужчинами добиваются чего-то и идут в ногу со временем. Но, кстати, есть с другой стороны, до сих пор у нас в крови, у женщин, мне кажется, какой-то такой исторический корень. Почему многие до сих пор считают, что добиться успеха реализоваться можно только посредством мужчины. Да, я на днях был на семинаре одного французского историка моды, который, отвечая на вопрос, чем русские женщины отличаются в моде от англичанок, от француженок, от итальянок, говорил о том, что наши, они более сильно выражают свою сексуальность в одежде. И это признак не свободы, признак желания принадлежать кому-то. В то время как на Западе, особенно скандинавские страны, они одеваются очень просто и не подчеркивают так сильно свой пол через внешний вид. Более демократично, да? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, русскую девушку можно везде за границей узнать. Потому что даже если... Ну, любые иностранцы, в принципе, которые приезжают к нам, всегда их видно, потому что они ходят в удобной обуви, например, хотя бы. Мария! Наши девушки очень любят на шпильках гулять. У нас, к сожалению, не так много времени, осталось пару минут. А у меня к вам есть еще облицопрос. Да, давайте, хорошо, отлично. Верите ли вы в Бога? Да, я верю в Бога. Ваша заветная мечта? Заветная мечта? Чтобы все были счастливы. Это глупо, конечно. Любимая марка, почему? Я никогда не думала. Я считаю, что это великая идея. Любимая марка автомобиля, стиль вождения? Любимая марка автомобиля. Знаете, как-то к автомобилям отношусь спокойно. Вот я сейчас езжу на Лексус, и меня это вполне устраивает. Стиль вождения комфортный. Не люблю гонять. Не агрессивный? Нет. Кто вдохновляет, с кем известных людей хотели бы познакомиться? Кто вдохновляет? Меня вдохновляет джаз в общем. Мне кажется, у вас дети вдохновляют. Дети меня очень вдохновляют. С детьми я знаком, у меня есть ребенок, поэтому они меня очень вдохновляют. Сколько лет хотели бы прожить? Я бы хотела прожить очень долгую жизнь. У меня бабушке 90 лет сейчас, она абсолютно в зрелом уме, и вот я мечтаю, чтобы моя жизнь была примерно такой же долгой, и еще дольше, чем даже возможно, потому что мне очень интересно жить. Какую книгу просили последнюю? Есть ли настольные? Знаете, я в последнее время тяготею к перечитыванию классики. И настольные книги, ну вот как такое, я вообще люблю разную литературу, люблю современную и классическую, но вот из последнего я перечитывала Анну Каренину, которую я читала уже как бы несколько раз до этого, и каждый раз новый взгляд. Чем гордитесь в жизни больше всего? Горжусь в жизни дочкой. В чем смысл жизни? Смысл? В детях. А в чем секрет счастья? Секрет счастья в любви. Мария, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в завершении программы? Ну я бы хотела пожелать вам, если мы уже говорили сегодня о предпринимательстве, что если вы хотите начинать какие-то проекты, неважно благотворительная ли цель или бизнес, главное не бояться, начинайте, и у вас все получится, я уверяю. Просто когда мы делаем первый шаг, за ним обязательно будет второй. Спасибо, Мария, спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях была Мария Волошина, основатель школы джаза и мюзикла J&M School, а также компания по организации мероприятий «Деловая женщина-2013». Желаю вам успеха, здоровья, развития, информационные партнеры программы «Женал профессии директора бизнес-женала», агентства бизнес-новостей и портал по трудоустройству «Работа.ру». До свидания. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.